А как мне объяснить? А вот так объясните, что у тебя есть два папы, один папа, он воспитывает тебя и дает тебе любовь, знания, а другой дал тебе рождение. Ему так тоже надо быть благодарным. У человека может быть много матерей, много отцов. И в этом нет проблем. Вам надо сейчас учиться быть сострадательным. Иначе вы получите также несострадательность по отношению Господа к вам. Вот Господу не нравится ваш вопрос в моем сердце, потому что он всего лишь указывает на вашу скупость. То есть для психики пятилетней девочки будет нормально, если вы сейчас объясните ей, вот как устроен этот мир, что бывает так, что люди не живут вместе, что у нее есть отец, который дал ей рождение, у него есть болезнь, ему тяжело жить. Ну, главный отец твой тот, который тебя воспитывает, это всегда так. А есть еще тот, который дал тебе рождение. И вот он иногда приходит, и надо ему сказать спасибо, если он тебя поздравит. А еще спасибо большое. Здесь проблема ведь не с девочкой, а с вами. Если вы с любовью как бы объясните все ей, тогда и она все с любовью воспримет. Понимаете, надо в жизни принимать все, что судьба дает. Вам судьба дала этого человека и жизнь с ним. Вам надо быть благодарны судьбе за это. Если вы не будете благодарны, то ваша девочка, она, несмотря на то, что сейчас у вас хорошее отношение с мужем, она не будет полноценной личностью, потому что у ней подсознательная часть какая-то будет в жизни, которая будет страдать. Вам надо переварить в сердце молитвой вашу боль в отношениях с прошлым мужем. И простить ему все. И вам надо, это даст вашей девочке облегчение в жизни сильно. Спасибо большое. Иногда нужен старший, чтобы какой-то блок в сердце человека снять, зажим. У кого сейчас тяжелая ситуация в жизни? Поднимите руку. Вот женщина. Вставай. Вы пока успокойтесь, сосредоточьтесь, сейчас микрофончик поднесут, мы с вами поговорим. Спасибо. И когда отец появляется каждые полгода, обещает ей кучу всего, и исчезает ей. Ребенок потом эти полгода страдает, и через полгода это повторяется. Спасибо, пожалуйста. Ну, а надо сказать ребенку, что то, что папа вот обещает, он не будет выполнять. У вас есть муж сейчас? Надо сказать ему, что то, что папа наобещал, он не будет выполнять, ты на это не обращай внимания, но уважать его надо все равно, несмотря на что. Не будьте эгоисткой. Не будьте эгоисткой. Каждый человек имеет право на своих детей. И даже если человек этот не очень хороший. Просто право может быть не таким выраженным, может быть, у него нет возможности быть близко в отношении. Но что сделать? Деревьевский монастырь, да? Спасибо вам большое. Сейчас больше не будет вопросов. Я хочу сейчас уже начинать нашу программу. Я уверен, что у вас вопрос никогда не закончится ко мне. И также знаю, что если вы будете ближе к верующим людям, найдете себе в жизни наставника, тогда вам будет легче задавать вопросы старше. Я не буду сейчас отвечать уже сейчас. Просто отвлекайте время за это. Я не буду отвечать на вопросы сейчас. После лекции тем более. Вам надо научиться самим решать свои вопросы. Мои ответы – это хорошо. Но они должны звучать в ваших сердцах. С помощью молитвы вы должны возбуждать знания в своем сердце сами. Понимаете, я не смогу, даже если я постоянно буду отвечать на ваши вопросы, если я кому-то ответил, через несколько дней у него будет возникать новый. Понимаете, в этой жизни невозможно человеку все рассказать про его жизнь. Эти все вопросы и ответы должны решаться с помощью вашей собственной молитвы. Вы должны сами учиться это все делать. Но больше того, каждый из вас должен иметь наставника в своей жизни, в вашей вере, в вашей традиции, в вашей культуре. Нужно ближе быть к Богу. Когда человек верит, верит в Бога, у него все обязательно есть старшие, равные, младшие, те люди, которые помогают, дают близкое общение. В современной культуре люди живут только работа, дом, семья, понимаете, нет духовного общения. Это означает, что нет близкого общения, потому что даже в личной жизни в семье люди не могут сердца во всем открыть. Часто человек может сердце открыть только старшему в каких-то сложных вопросах жизни. А близким человеком не все можно сказать. Понимаете? И для того, чтобы было такое общение со старшим, нужна духовная практика и нужна своя вера. Нужно найти свою веру в жизни. Это очень важно. Если у вас нет, значит у вас нет возможности близких отношений. Потому что когда человек живет только работой и семейной жизнью, это жизнь страсти. Жизнь благости означает, что есть духовная жизнь, духовная среда, где можно открывать сердце, лишая духовность проблемы своей жизни с помощью старших, которые не настроены на то, чтобы что-то с вас иметь и так далее, которые хотят только помогать. Это очень важно понять. Поэтому, как бы, вот кто из вас расстроился, что он не смог мне задать вопрос по Дмитрию? Вам надо завтра час помолиться с утра, и вы получите ответ на свой вопрос. Хорошо? Просто не лениться душой. Не лениться душой. Оговорились? У нас сейчас идут очень серии очень таких важных дней. Каждый день знаменуется чем-то очень важным. Например, завтра вечером начинается католический праздник. Рождество Христово. То есть, Господь рождается для того, чтобы победить все страдания всех людей. Рождается для того, чтобы мы молились на Него, для того, чтобы думали о Нем, для того, чтобы служили тем, кто служит Ему, для того, чтобы читали Священное Писание. То есть, Господь рождается на этой земле для того, чтобы подарить нам счастье. И мы также рождаемся на этой земле для того, чтобы сдавать свои экзамены. Мы можем также дарить счастье. Вот, например, многие люди принесли мне цветы и сюда положили, поздравили, принесли какие-то подарки. Это счастье. Но у человека все равно в жизни бывают трудности и страдания. С этим ничего невозможно сделать. Я бы хотел, чтобы вы все были счастливы, но я могу это сделать только с помощью Знаний. Я не могу сделать так, чтобы раз, вот и вы все были счастливы, потому что Господь этого не хочет. Он хочет, чтобы вы все очистили свое существование через Знание. Одни. Сегодня у нас очень важный день, во время которого мы будем набираться силы на следующий год. А в следующем году нужны обязательно силы. Когда время имеет четыре этапа создания трудностей, эти четыре этапа действуют в личной жизни, в семейной жизни, в жизни страны и в жизни Земли. И первый этап трудностей – это страх. У человека появляется страх. Он начинает чувствовать, что что-то в его жизни не так происходит. Ему страшно жить. Он чувствует, что у него какие-то трудности возникают. Второй этап вызывает ощущение несправедливости. ysz линии или чести где-то там, как Rizyma? Есть факт Würithi в жизни meant things, где у них не так происходит. Ему сложнее чувствовать несправедливость. по отношению ко мне от близкого человека. Это второй этап влияния времени, увеличение влияния времени плохого. Ну, то есть, другими словами, время, оно обязательно ставит нас на колени, понимаете? Оно может дойти до четвертого этапа, если мы не живем в молитве. Нежелательно, чтобы в лишней жизни человек доходил до четвертого этапа влияния времени. Понимаете, третий этап влияния времени — это двойственность. Есть враги, есть друзья в нашей жизни. Например, у нашей страны есть враги, есть друзья. Это означает, что уже третий этап сгущения красок произошел. И четвертый этап, вы сами понимаете, это ужасный этап, в котором гибнут люди. Это война. Допустим, вот мужчина попал на второй этап сразу. У него ребенок получил травму. И он испытал ощущение несправедливости в своем сердце. Это ощущение несправедливости — второй этап. А кто-то вышел на третий, они начали ругать ваш образ жизни. Понимаете? То есть они попали в эту ситуацию третьего этапа. А есть еще четвертый, когда в суд на людей подают и так далее, неожиданно. Когда события, судьба так начинает действовать. Сами подумайте, на каком этапе находится сейчас наша страна в взаимоотношении с странами, с этим миром. Первый этап — это страх, что будет дальше. Второй этап — это что есть те, которые не принимают нашу жизнь, нашу культуру, наше понимание вещей. И третий этап влияния времени — это вражда, есть враги. И четвертый — война. Я не вижу, что в 2016 году наша страна вошла на четвертый этап. Такого не вижу. Но вот в 2017 году, в марте-апреле, такое возможно будет. Я уже вижу это время. Март-апрель 2017 года. Где мы будем сдавать все свои экзамены в жизни. Наша страна. Если мы будем духовны и сильны к этому времени, тогда не будет никакой войны. Но если мы неправильно поймем события, тогда может быть война. Я не знаю, будет она или нет, потому что некоторые люди спрашивают, а точно скажите, как будет. Вы знаете, в этом мире не бывает так, чтобы люди обязательно должны страдать. Потому что этот мир, он предназначен только для учебы. Если, допустим, человек живет в молитве, если страна духовно развивается, то ей не нужна война. Зачем ей нужна война? Война — это наказание. Понимаете? Войной люди наказываются за то, как они живут. Поэтому мы должны, каждый из нас должен понять, зачем нужна человеческая жизнь. Человеческая жизнь нужна для любви. Она нужна для того, чтобы мы учились любить. Понимаете? Для того, чтобы в этой любви мы победили все препятствия в жизни. И если, допустим, у вас в семье эти три этапа проходят, как сначала страх, жить с близким человеком, потом чувство, что у нас никакая несовместимость, потом вражда, а потом разруха. Понимаете? И все эти четыре этапа можно просто молитвой победить каждому из нас. Просто человек контактирует со святостью, с любовью. И в результате этого контакта четвертый этап, когда человек хочет уходить из семьи, превращается в третий. Третий превращается в второй. Второй превращается в первый. И потом даже страха не остается жить с этим человеком. И все это благодаря контакту со святостью. И мы должны учиться любить Бога. Понимаете? Мы должны учиться думать не о своих событиях в своей жизни, а учиться думать о том, что Господь действует в нашей жизни и радоваться Ему. И сейчас вот будет мой сюрприз. Я случайно здесь встретил одну девушку, которая на самом деле на наших фестивалях «Благость» поет. И она сама сочиняет песни, она очень красиво поет. И так как завтра Рождество по-католически, а сегодня у нее день рождения. На самом деле это была моя мечта, чтобы она спела на моей лекции. И так как сегодня все мечты сбываются, потому что мы отмечаем Новый год, поэтому она сейчас прославит Господа и радость вселит в ваши сердца. Так, Натонина. И у нас Натонина. Она не знала, что будет петь, поэтому она не нарядилась. Она вот просто вот как есть наша сочинка. Это сюрприз для всех, в числе и для нее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Звони Звони Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Поэтому нужно благословлять, нужно радоваться трудностям в своей жизни, нужно говорить спасибо своей жизни за те трудности, которые были, которые дали возможность нам встретиться, дали возможность нам развиваться, дали возможность нам становиться крепче, сильнее и таким образом получить результат своей человеческой формы жизни. Потому что человеческая форма жизни предназначена только для постижения души. Человек должен понять, что он душа, означает, что он очень глубокий, очень чистый, очень светлый, очень счастливый изнутри, что цель его жизни это служение людям и Богу, что он должен забыть про свои трудности и про себя и должен направить свою жизнь на помощь всем, кто находится вокруг. На то, чтобы простить своего настоящего мужа, бывшего мужа, для того, чтобы быть снисходительным, для того, чтобы быть глубоким, для того, чтобы быть настоящим. Именно этому будут учить нас артисты. Это замечательные люди. У меня целая команда соратников, друзей, которые выполняют в жизни мою мечту. То есть они поют нравственные песни, вот как Антонина, песни, которые прославляют Бога. Видите, она не пела о том, что нам надо в жизни, чего мы хотим, как все обычно поют и так далее. Она просто радовалась Богу. Вот это самая лучшая эмоция, которая только существует в Америке. Когда человек радуется Богу, он сразу же побеждает свою судьбу. Веды говорят, что все грехи сгорают, как дрова в костре, когда человек забыл про себя и просто радуется Богу. И вот весь спектакль будет посвящен этой благодарности по отношению к Богу, которая должна звучать в сердце каждого из нас. Понимаете, если человек настроен в таком состоянии сознания находится, то тогда Бог радуется человеку. Понимаете, когда человек думает о трудностях своей судьбы, Бог предстает в виде того, кто просто в виде судьи. Понимаете, он как бы просто зачитывает приговор или амнистию. Понимаете, да? Но если человек перестает думать о себе и начинает служить Богу, радоваться Ему, думать о Нем, тогда Бог думает о человеке. Он решает его проблемы. Потому что до этого момента мы Его не пускаем. Мы не даем это делать. Мы сами хотим решать вопросы в своей жизни. Понимаете? Он всегда готов нам помочь. Но мы не даем Ему это сделать, потому что мы хотим сами. Мы не хотим Ему служить. Не даем возможности Ему служить нам. И сегодняшний день будет посвящен тому, что мы должны забыть про себя. Потому что чем больше накаляется атмосфера в мире, тем у людей больше охватывает страх и мысли о себе. И тем больше они попадают под влияние своей собственной судьбы. А когда человек отвлекается от себя и начинает заботиться о других, думать о Боге, тогда его судьба не может сломать его и не может на него влиять. В это время влияет милость. Понимаете, в этом мире есть две силы. Судьба и милость. Милость идет от Господа и святости. Поэтому, когда человек живет для святости, он скланяется святому человеку, прославляет его, хочет жить для его милости, миссии, хочет делать так, как он считает, выполнять его наставления святого человека. Когда человек живет такой жизнью, то тогда его судьба не может коснуться его. Он стоит выше тогда в этом случае своей судьбы. Но когда человек пугается своей жизнью, какой-то испуг наступает, в этот момент этого испуга человек попадает в сети судьбы. Понимаете? То есть, когда человек в молитве побеждает испуг и верит, что все будет хорошо, тогда в этом случае судьба не может его сломать. Но когда человек пугается, попадает в стадию испуга, потом начинает кого-то обвинять, потом начинает враждовать, потом начинает уничтожать. И это так действует судьба. Понимаете, часто люди думают, что вера в Бога означает всех уничтожить и установить свою веру. Вера означает любовь. С помощью уничтожения невозможно установить веру. Вера в Бога устанавливается только через любовь к людям. Так делала Марья Тереза. Так делал Серафим Саровский. Так делал Сергей Радонеж. Так делал Махатма Ганди. Понимаете? Он никого не хотел уничтожать. Его сажали в тюрьму, его пытали, а он все равно убил. И говорил по-человечески. Вам надо оставить нашу страну. И вы сами будете счастливы в этом время. Мы будем счастливы. И они в конце концов, они подчинились ему. Сухищная армия англичан ушла из Индии. Благодаря облиянию одного человека. Десятого времени. Мир и любовь всегда стоят выше насилия. Запомните это. И насилие в этом мире появляется как ответная реакция на нашу жизнь. Если мы не хотим быть ближе к Богу. Если мы не хотим с Богом жить. Если мы не хотим о нем думать. Тогда появляются радикально настроенные люди. Которые как-то все уничтожить. Вокруг все, что есть в этом мире. Это реакция нашей жизни. Это реакция на нашу жизнь. Атмосфера, реакция среды. Мы должны эту реакцию сейчас убрать. Из нашей земли. Потому что эта волна уже пошла. Мы вчера уже сделали первый шаг. Мы взяли неважно какая аносфера в Вике. Настроились на Сирию. Начали желать всем счастья. И эта волна дошла туда. Я почувствовал как теплее стало там жить. Наше тепло туда дошло. Всех 700 человек, которые присутствовали во время этой молитвы. И сейчас у нас будет настрой победы над судьбой нашей Родины. Я хочу вам сказать одну вещь очень важную. Что когда испытания приходят в жизнь страны. То чаще всего люди не понимают, как им себя вести в этой ситуации. У них больше вопросов, чем ответов. Я вам сейчас точно скажу, как себя вести. Когда испытания приходят в жизнь людей. Страна когда находится в испытании. А так действует время. Это время все делает. Никто не виноват в этом. Приходит время. И там наступает испытание. То страны начинают делиться. Поляризоваться. Понимаете? Появляются наши и ваши. Понимаете? Да? И в это время, знаете, когда наступает война. Когда есть слабые. Вот если все страны сильные. Россия, Украина, Франция, Англия. Когда все страны сильные, крепкие. Войны не будет. Война наступает тогда, когда кто-то слабее. Понимаете? Потому что поляризация заставляет сразу уничтожить того, кто становится слабым. И в чем заключается наш долг перед нашим народом, перед нашей страной. В этом году, в это время, наш долг заключается в том, чтобы быть ближе к правительству. Чтобы защищать правительство нашей страны. Чтобы не было хаоса. Чтобы не было беспорядков. Понимаете? Чтобы наше сердце было ближе к тем, кто управляет страной. К тем, кто ее руководит. Представьте такую ситуацию. Допустим, вы чем-то не согласны с сержантом. Но когда взвод идет в бой. И вы в это время начинаете с ним выяснять отношения. Что происходит дальше? Взвод будет уничтожен. Да? Потому что в нем нет дисциплины, порядка. Когда время нагнетает обстановку. Люди должны приблизиться к правительству. Они должны уважать правительство. Прощать ему его ошибки. Понимаете? Это долг народа перед своей собственной страной. Когда страна слабеет, когда накаляется обстановка, она попадает в логово войны немедленно. Если она становится сильной, никто не сможет на нее напасть. Понимаете, о чем я говорю? Это первое правило. А второе правило прямо противоположное. И кажется, что внешнее оно как будто несовместимо с первым. Если мы любим своих, значит мы должны им налить чужих. Да? Получается. Так вот, знаете, что духовная арифметика, она другая. Когда люди любят свое правительство, если они духовно настроены, они также должны любить другие народы, другие страны. И надо с любовью молиться, с любовью относиться к тем странам, которым сейчас у нас холодеет сердце. То есть, понимаете, к западным людям, к американским людям, к мусульманским людям, ко всем у нас, с кем как бы разлад идет в отношениях, мы должны с любовью относиться к ним, ко всем. С любовью, понимаете? Потому что люди ни в чем не виноваты. Время влияет на умы политиков. И народ просто пытается защищать свою страну от разрухи. Так же, как мы, защищаем свою. Все страны защищают свою. А политики в результате влияния времени выясняют отношения друг с другом. И это нас не должно касаться. Я приезжаю в Англию, в Германию, люди так же приходят и слушают мои лекции. Понимаете? Я приезжаю на Украину, полный зал в Киеве. Люди, хоть я из России, понимаете, люди приходят, у них нет вражды ко мне. Но я в России нахожусь. Понимаете, о чем я говорю? Что между людьми не должно быть вражды. Мы должны любить друг друга. Мы должны учиться любить. И эта любовь, она будет стирать препятствия отношений. Наши сердца, они должны черстветь. Они не должны быть жестокими. Они должны быть холодными. Потому что это состояние сознания называется нацизмом. Помните, как в Германии, да? Мы против всех и начинаем всех убивать потом. Люди должны учиться любить друг друга. В этом заключается смысл правильного понимания 16-го года. С одной стороны, быть ближе к правительству и единство культивировать в своем сердце. А с другой стороны, любить всех вокруг и прощать. С другой стороны, есть люди, которые должны защищать страну. То есть, есть воины, которые должны за страну воевать честно. В той стране свои воины честно воюют за свою. С нашей страны свои честно воюют. Каждый за свою правду своего народа. Понимаете? В древней единической культуре уважали право человека защищать родину. И когда была война, сражение, описывается в летописях, что ночью, когда солнце садилось, воины приходили друг к другу, чтобы попросить прощения, если они сделали что-то не так. Или сказать, предупредить, что вот этот воин поступил неправильно. Там были правила в древней единице. Например, нельзя было убивать того, кто бросил оружие. Того, кто упал. Того, кто убегает. Того, кто беспомощен. Нельзя было убивать женщин, детей и так далее. Понимаете? Ну, то есть, если человек нарушил эти правила, предупреждали, что этот человек не должен сейчас воевать, иначе мы будем тоже, как бы, нарушать правила в отношениях с ним во время боя. Понимаете или нет, о чем я говорю? Люди общались между собой. Они подружески относились друг к другу, потому что давали друг другу право выполнять свой долг. И каждый воевал за свою родину, а не с ненавистью против кого-то. Когда люди в сердце имеют любовь ко всем, у них есть сила и могущество побеждать. А когда ненависть, она разрушает сердце. И делает человека неуправляемым, злым и жестоким. Услышали меня или нет? То, что я говорю сейчас, очень трудно понять. Это, кажется, несопоставимые вещи. Но именно то, что я говорю сейчас, является священным пониманием вещей. Тем пониманием вещей, которые побеждают судьбу. Каждый человек должен защищать свою родину. И каждый человек должен учиться любить всех вокруг и прощать. Это наш долг перед Богом, перед нашей страной и перед нашей жизнью, перед нашей судьбой. Если вдруг в 2016 году вы почувствуете, что вам становится жить тяжелее, что у вас что-то трудности какие-то на работе или со здоровьем, или у вас какие-то трудности в отношении, в семье. Знаете, что этот год, по крайней мере, первая его половина, а он предназначен для развития. Этот год предназначен для того, чтобы мы смело принимали эти все трудности в свою жизнь, зная, что это все просто для того, чтобы мы стали крепче. Если вы в момент трудностей почувствуете такие трудности, смело начинайте увеличивать время молитвы. Или «Я желаю всем счастья». Знайте, что 20 минут, когда человек молится, он просто успокаивает себе психику, он побеждает судьбу внутри себя. Он становится спокойнее просто. Спокойнее воспринимать все, что происходит. Если человек молится от 40 минут до часа, то у него, если он интенсивно это делает, появляется возможность понять, что делать, как жить. Если человек до двух часов молится, от полутора часа до двух, то он может повлиять на события в своей жизни, победить их. Если эта молитва сопровождается слушанием святого человека и погружением в очень сильное, возвышенное настроение. Вот такая последовательность. Если вдруг в вашей жизни вы почувствуете, что судьба начинает вас ломать, какие-то необычные события происходят, немедленно начинаете выполнять это правило. Молитесь не меньше двух часов в день. С утра вставайте раньше, меньше времени на сон, больше времени на молитву. И вы увидите, как судьба смягчится, она перестанет так сильно влиять на вас. Вам надо помолиться завтра два часа, и вы почувствуете, как ваш ребенок начнет выздоравливать сразу. Я уже вижу сейчас, что все будет хорошо. Ничего страшного не произойдет. Но вы должны сами сдать свой экзамен. У нас была такая трудная часть нашей программы, в которой я рассказал объем работы на следующий год. Следующий год будет самым лучшим, по крайней мере, в моей жизни точно. Потому что я жду от Господа всего, чего Он хочет мне дать, для того, чтобы я стал лучше. А вы ждете? Спросите себя. Или вы ждете от Него только подарок? Или вы, может быть, ждете от Него, что как-то Он не хочет вас развивать. Но знайте, что самое высшее проявление любви — это строгость. Есть два проявления любви. Одно — снисходительность, а другое — строгость. Строгость — это самое высшее и правильное проявление любви. Строгость всегда сначала рождает недоумение и чувство бескомфорта внутри. Но если человек настроен смиренно, настроен принимать от судьбы эту строгость, тогда следующий этап его жизни будет благодарность и знание. Сейчас я вам расскажу, как настраиваться и как молиться. Нужно понять, что все зависит от вашего слушания. Поймите, что само повторение молитвы или «Я желаю всем счастья», оно не имеет цены, если в нем звучит именно ваш призыв. Потому что своими силами мы не можем вытащить ни себя из болота, ни других. Душа, она устроена как проводник, вот как лампочка. Понимаете, чтобы лампочка загорелась, в нее должно что-то входить и что-то выходить. Если мы повторяем «Я желаю всем счастья от своего имени», то эта лампочка практически не горит, потому что ничего не входит, ничего не выходит. Понимаете? Но если вы слушаете голос людей, которые молятся искренне, даже друг друга, вот тех, кто в зале сидит, желательно тех, кто будет вот у меня звучать с компьютера. И кланяйтесь алтарю, своему алтарю, тому, что уже дает вам веру. Ну, или просто какому-то святому человеку, или священному писанию, в котором вы верите. Вы, то есть, кланяйтесь ему с настроением, которое вы получаете от звука, в этом настроении. И когда у вас внутри возникает чувство радости от этого процесса, оно должно выражаться в виде благословения. благословляет может только тот, кто находится в цепи. Понимаете? Он в виде звука или памяти, то есть памяти о святости впускает что-то в свое сердце и отдает это объекту свое поклонение. А внутри, в этот момент, если он это делает искренне, возникает радость. И эту радость надо отдавать всем. Я желаю всем счастья, если оно у меня есть. А если у меня нет, тогда это будет пустым звуком. Давайте сейчас я покажу вам, как это происходит реально на практике. У нас есть микрофон? Радио микрофон есть, да? Вот смотрите внимательно, слушайте. Вот я сейчас повторяю. Я желаю всем счастья. Я это делаю от себя. Вот слушайте внимательно. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Видите, голос, какой, ну, как бы, может быть и хороший, как вы меня оцениваете, но он слабый. Вот смотрите, я теперь просто, вот в пор братья из Паспо-Преображенского монастыря зазвучал, и я просто сейчас вспоминаю этот звук, просто по памяти. Слушайте. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Чувствуете, поменялся голос или нет? А вот теперь, слушайте, я опираюсь на них, на их веру. То есть, их энергия, их вера входит мне в сердце и выходит в виде благодарности всем, кто пришел в этот зал. Потому что я сейчас, вы для меня объект моей любви, понимаете? Вы все, кто бы в этом зале сидит. Потому что, ну, как бы, вы дали мне возможность выражать свои чувства. Каждый из вас для меня очень ценен из-за этого. И когда вот эта вот нить замыкается, тогда наступает сила. Слушайте. В это время, когда я сейчас произносил, я просто настраивался. Потому что первый этап, я настраиваюсь на чистоту людей и начинаю на нее опираться. Потом я начинаю эту чистоту чувствовать, то есть, она входит мне в ухо. И в этот момент заканчивается поток моих мыслей. То есть, так как я счастье получаю от святости, то ум перестает хватать его с разных сторон. Из памяти, из событий жизни. Или несчастья хватает. То есть, показывай мне, что вот у тебя есть проблемы, чтобы я больше счастья ему дала. Понимаете? То есть, первый этап — это просто включение. То, что вы сейчас слышали. Второй этап — это ощущение радости в сердце от того, что говорят. Но при этом я настраиваюсь все равно не на свое пожелание счастья, а на их слушание. на первом этапе я сильно настраиваюсь на то, как они молятся. На втором этапе я чувствую радость от их молитвы. И все равно, я повторяю, я желаю всем счастья больше от их лица, чем от своего. Слушайте развитие событий. И на третьем этапе я чувствую, что мое сердце наполнилось этой радостью. Мне стало хорошо от нее, которое исходит от них. И тогда я уже от себя, от лица своей радости, которая идет от сердца, начинаю повторять, я желаю всем счастья. Сейчас все эти три этапа вы услышите. Если вы будете слушать, я буду пальчики поднимать. Первый пальчик поднял, это значит, что я послушал, услышал радость в их молитве. Почувствовал ее. Услышал, значит, почувствовал. Второй этап. То есть, первый этап я просто начал слушать. Второй этап я услышал радость. И третий этап, она пришла ко мне в сердце. И я уже от своего имени начал повторять, я желаю всем счастья в их настроении. Но уже от себя. Когда человек доходит до этого третьего этапа, то он начинает уже менять свою судьбу. Его поезд поехал. Понятно? Вот давайте смотрите сейчас, когда мой поезд поедет. Я, когда настроюсь на этот голос возвышенных людей, я подниму первый пальчик. Когда я почувствую радость, силу в их голосе, я подниму второй. А когда этот голос зайдет мне в сердце, я от сердца начну повторять, я подниму третий. Слушайте, это вам поможет дальше самим настраиваться. Я желаю всем счастья. 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 А теперь кто-то из вас должен это повторить. Прямо здесь на сцене. Только тот это сделал. Не стесняйтесь. Вы тренируетесь. Смотрите. Девушка, выходи. Девушка, выходи. Какая снялась. Почему девушка, от чего мужчина у нас привились, что ли? У нас есть ребята в Питере, девчата, а вы пока молодой человек, пока это там посидеть, пока еще маленький. Начнем с мужчин, наверное, да? Спасибо. Я хочу сказать, что у нас в Питере есть клуб «Благость», это место, где люди собираются, обсуждают мои лекции, тренируются вместе и они дружат и помогают друг другу. И у нас есть ребята, девчата, которые в этот клуб ходят здесь в зале, почему-то они мне не перенесли телефончик. Телефончик на самом деле можно найти на сайте, у нас трассунов.ру, там написано «Клуб «Благость», там Питер» и телефон «Питер». встаньте, у меня члены «Клуб «Благость». Раз, два, ага, уважаемые. Молодцы. А где телефончик? Ну-ка, несите мне телефончик быстренько сюда, на сцену. Или уже привезли? А? Хорошо. Значит, смотрите, вы настраиваетесь на голос. Не бойтесь, все нормально, мы просто тренируемся. Вы настраиваетесь на голос, слушайте его и повторяйте, думая только об этом хоре. Постепенно вы почувствуете радость от того, что они делают. И с этой радостью повторяйте. Это будет уже вторая стадия. А третья, когда вы почувствуете вдохновение от того, что они делают, и от сердца уже начнете повторять. Может быть, вы до третьей не сможете дойти, ничего страшного. Смотрите, я повторяю. Я желаю всем счастья. Это от моего имени. А если я думаю о них, я желаю всем счастья. Это уже первая стадия. Ну, то есть… Мне тоже падает. Нет, я буду сгибать за вас. Я буду вам показывать, и вы на них смотрите, и просто слушайте в хор, а я буду показывать, как у вас происходит все. А вы просто сейчас встаньте, повернитесь туда, закройте глаза, думайте только о звуке, не отвлекайтесь ни на что. Ближе микрофончик, ближе. Еще ближе. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо, вы выполнили свое задание. Кто вот на третьем пальчике почувствовал тепло от него пошло, подними крючки. Видите, на третьем пальчике он начал уже давать вам свою силу. Извините, вы когда перестали, я почувствовал такое, вы знаете, облом. Сейчас как раз хорошо. Хорошо, передайте. Дракончик, девушка. Все, вы можете садиться. Спасибо вам большое. Мы просто тренируемся сейчас. Тренируемся и все. Вы уже все знаете. Давайте. Ближе микрофончик. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья! Спасибо, супер! Отлично! Почувствовали? Переходы почувствовали? Надо отдать куда-нибудь. Почувствовали переходы? Вот сейчас вы будете их чувствовать у себя в собственном сердце. И сейчас мы с вами 15 минут будем повторять. Я желаю всем счастья. А потом начнется спектакль. А потом я буду бросать вас цветами и апельсинами. Такая у нас ближайшая программа сегодня. Все серии прямо. Мы должны сейчас победить. Думайте о нашей стране. Думайте о людях вокруг, о своих семьях, о своих родных, близких. Мы должны победить этот год. Наша страна должна окрепнуть. Таково ее будущее. Неумолимое будущее. Она должна стать крепче в этот год, сильнее. И мы должны ее поддержать. А вот переходчик Татьяна. Вот эта девушка, смотрите, какая симпатичная. Вот. Она возглавляет этот клуб «Лагость». 8-981-74-102-30. На сайте есть этот телефон у нас. Можете там записать, если что. Зазванивайтесь, приходите и общайтесь. Все ваши куколы. Хочу, чтобы не мешало взгляду, чтобы мы были все вместе. Все сели прямо. Я буду как дирижер. Если вы будете чувствовать, что мой голос меняется, то старайтесь настроиться на эту волну. Я буду в зал пытаться очень глубоко и сильно направить вперед к победе. Я буду настраиваться на всю нашу страну, на то, чтобы она была сильной, любила всех вокруг. И для того, чтобы она приблизилась к Богу в 2016 году. И каждый из вас, кто будет настраиваться так же, получит особую милость. Потому что то событие, которое сейчас происходит, называется ритуалом. Слово «рита» означает ритм, вселенский ритм. Это санскритское слово. А ритуал означает связь с высшими силами, побеждающими судьбу. Такие ритуалы обычно собирают очень много людей. И все люди, если вместе настраиваются на одну волну победы, на духовную волну, они все становятся удачливыми в следующем году. Именно поэтому они это и делают. Сейчас у вас появляется уникальная возможность присоединиться к этому процессу, настроиться очень внимательно, сильно и получить в свое сердце удачу, то есть связь с Богом, который дает сначала спокойствие в сердце, потом знание, а потом веру или победу. Потому что вера и победа – это одно и то же. А потом вы получите подарки. Сначала в виде спектакля, сердечного спектакля, в котором вы увидите, как надо жить правильно, как отношения с этим миром, друг с другом строят, с Богом. А потом, как меня так скажут. Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастью. 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 Я желаю. Я желаю всем счастью. 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 Я живаю 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 всем счастью. Спасибо вам большое. Я живаю всем счастью. Я живу 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 всем счастью. Субтитры создавал DimaTorzok